20 октября в 17 часов 57 минут наступит полнолуние в знаке Овна. Начиная с 20 октября и до конца месяца необходимо будет остерегаться денежных потерь и травм на производстве. В это время многие люди заметят рост творческого потенциала, а также возрастет продуктивность. Настроение будет отменяться от праздничного к ощущению жалости к себе. В это время возможны сильные конфликты и ссоры. Больше всего на себе прочувствуют все признаки полнолуния Овны, Весы, Раки и Козероги. С 20 по 22 октября будет максимально тяжелое время в плане контроля собственных эмоций. Поэтому необходимо проявить все дипломатические способности, чтобы ни с кем не вступить в спорные ситуации. Астрологи акцентируют внимание на том, что полнолуние пройдет под управлением огненного Овна, и поэтому события значительно ускорятся, а люди будут чаще выяснять взаимоотношения и провоцировать конфликты. Что можно делать в это полнолуние? В день полнолуния 20 октября 2021 года можно и даже нужно делать следующее. Собираться в уютной обстановке узким семейным кругом или позвать в гости самых близких друзей. Устраивать романтические встречи, ужинать с любимым человеком. Проводить время в одиночестве, составлять планы на ближайшее или далекое будущее. Посетить храм, поставив свечку за здоровье и благополучие родных и близких людей. Проводить уборку в жилище, а также наводить порядок на рабочем месте. Прощаться с ненужными вещами, дарить их другим или просто выбрасывать. В этот день хорошим знаком будет побольше смотреть на огонь, он способен наполнить человека силой и энергией. Все события важно встречать с позитивными мыслями и оптимистичным настроем. Чем в полнолуние лучше не заниматься? В полнолуние нельзя делать следующее. Ссориться, выяснять отношения, провоцировать конфликты. Злоупотреблять горячительными напитками, бурно праздновать и проводить массовые вечеринки. Появляться в местах массового скопления народа, на митингах и прочих собраниях. Начинать проекты и важные дела. Проводить в это время переговоры и подписывать договора. А также нельзя стричь волосы. Что принесет октябрьское полнолуние разным знаком зодиака? Овин. Эмоции в полнолуние больше всего будут зашкаливать у овнов. Представителям этого знака будет казаться, что весь мир ополчится против них. Важно не поддаться своей вспыльчивости и прислушаться к внутреннему голосу. В этом случае о событиях полнолуния вы после будете вспоминать с улыбкой. У овнов все будет складываться в жизни вплоть до 2027 года, если они научатся контролировать эмоции и легко взаимодействовать с окружающими. Телец. Спокойная обстановка в полнолуние будет тревожить тельцов, привыкших к сюрпризам на своем жизненном пути. С 20 октября начинается время для отдыха и спокойной работы. Лучше в этот период доделать все, что скопилось за последние месяцы. Эта полнолуние для тельцов пройдет спокойно. Но радоваться придется недолго, в ноябре грядет следующее. Близнецы. Близнецам нужно ловить удачу, пока она сама идет к ним в руки. В полнолуние дела у этого знака должны наконец наладиться. Если проблемы не разрешатся, то близнецам придет ответ на многие волнующие вопросы. Однако не все будет складываться гладко из-за соблазнов, которые подкидывает черная луна. Представителям этого знака нужно не потерять свою сноровку и сообразительность. Рак. Раком полнолуние лучше переждать где-нибудь в спокойной обстановке. Идеальным вариантом станет поездка за город. От желания полюбоваться сияющей луной можно не отказываться. Представителям этого знака стоит мысленно отпустить все, что должно уйти из их жизни. Невзгоды исчезнут с убывающей луной. Лев. Львам не стоит беспокоиться о влиянии полнолуния. Общие волнения обернутся им на пользу. Особенно это касается тех, кто родился после 17 августа. Менее повезет рожденным 14 и 15 августа. К ним может вернуться прошлое. Но не время паниковать. Происходящее событие позволит освободиться от давно сдерживающих препятствий. Дева. Девам в полнолуние нужно спокойно продолжить заниматься своими делами. Они наконец-то смогут разложить все свои мысли по полочкам и закончить все давно начатое. Все беспокоящие дев события в жизни утрясутся в ближайшие две недели. Поможет этому знаку только упорство и терпение. Весы. Весам нужно еще немного подождать, чтобы негативные события перестали преследовать их. В полнолуние можно перевести дыхание. С большой долей вероятности могут всплыть забытые в августе этого года дела и проекты. В них нужно разобраться и поставить точку. Скорпион. Для скорпионов полнолуние станет временем для отдыха. Это будет двухнедельная передышка перед накалом страстей. На настоящий момент представителям этого знака лучше наслаждаться умиротворением и спокойствием, несмотря на огромное желание навести смуту. Стрелец. Стрельцы окунутся с головой в любовь. Страсть может проснуться даже к кому-то из бывших партнеров. В полнолуние рекомендуется смотреть на ситуации со стороны. Хоть у стрельцов и не предвидятся напряженные моменты, лучше проявить осторожность, в особенности в отношениях с овнами. Козерог. Козерогам в это полнолуние нужно проявить особую осторожность и воздержаться от конфликтов, особенно тем, кто родился с 16 по 22 января. Рожденных в эти дни судьба в особенности будет испытывать на стойкость. Водолей. У водолеев с приходом полнолуния начнут налаживаться все дела. Им лучше подумать наперед, что за предстоящие две недели можно успеть сделать особо важного. Звезды будут благосклонны к ним. Водолеям в ближайшие дни лучше не вмешиваться в конфликты, свидетелями которых они могут стать. Рыбы. Эта полнолуние поможет рыбам реализовать желание. Вы по-новому посмотрите на некоторые вещи и события, сделайте верные выводы и правильно расставите приоритеты. Можно спокойно мечтать и завершать старые дела. Ключевые события в жизни этого знака придутся на следующий год.